Значит, вот эта книга, зелёненькая, третий том этюдов супраментальной жизни, вот эта книга, мне говорят, ну те, кто с ней работал, не просто читал, говорят, что она какая-то особая, она написана как-то по-другому, вообще другое, так сказать, от неё нечто исходит, чем от первых двух книг. Ну, так сказали. Ну, я могу раскрыть маленький секрет, потому что первые две книги, в общем-то, написаны были мною, ну, как бы там мои переживания плюс переживания матери. Так вот, мать закончила, как бы, работу на том, с чего я с 2001 года начал, то есть она остановилась, а я как бы начал. И вот в этой книге здесь, ну, под прикрытием матери, в основном, я. Сегодняшний, вот спустя 10 лет. Я просто, да, как-то немножко по-другому, ну, решил распорядиться, потому что я очень аккуратненько, бережно, щадяще, как бы, продолжил, вот, то, на чём она остановилась. У неё ещё был переходный период, у неё прозрачность была, но она периодически у неё уходила. То есть не было устоявшего состояния вот этой беспредельности. И она начинает в последние два года, 72-73 год, она повторяется, она говорит то, на чём она остановилась. То есть она зациклилась на том, что требовало, ну, где-то лет 10, чтобы это развелось в дальнейшем. Вот я здесь аккуратненько, как бы, продолжил вот эти переживания. Так что здесь больше меня, чем матери, поэтому она, наверное, как-то по-другому и воспринимается. Только поэтому, судя по всему. Потому что вот та огромная подготовительная работа, которую она делала для нас с вами, вот первые два тома, как раз это грандиозная работа. Это то, что сегодня вообще никто в мире не мог сравнить, не ищем. То есть надо понять вот грандиозность его подвига, это действительно подвиг. Как так можно было сделать, не очень странно даже. Ну, ей довелось. Она же продолжила работать Шри Авробинда в своё время. Да, он там остановился на физическом сознании, на физическом уме, у него там заминка большая произошла. И она сумела этот, как бы, прорыв сделать, прорвать вот ту блокаду, которая была у него. Он даже отчаялся в чём-то, судя по всему. Она сумела прорваться. Молодец, за эти пределы. Вот так. Садприн, в принципе, ничего нового не дал, если быть честным. Ну, в том, что он делал, по сути, его грандиозная, так сказать, заслуга в том, что он передал опыт матери нам. Сам в своей работе он так и остался скептиком, он так и остался, в общем-то, человеком, который, ну, я ничего не хочу сказать, не умеет улыбаться. Мать умела улыбаться, глядя на этот мир. У него улыбки не получалось. А Господь глядит на этот мир глазами, наверное, зрителя. И понимая, что смерти нет, и все человеческие эти трагедии сами по себе, в общем-то, они больше напоминают фарс, поэтому иногда не грех улыбнуться, потому что это действительно порой наши драмы, они даже мои собственные, я знаю по себе, что внутренний голос мне говорил, что ты все драматизируешь, дурак, вот, ты улыбнись хотя бы. Вот, мне внутренний голос мой говорил, а то все так серьезно, все так серьезно. Ну, ну, не так все серьезно. Самое серьезное это мы не делаем, самым серьезным мы не занимаемся. Мы пустую жизнь пустяшную воспринимаем серьезно, но воспринимаем настолько серьезно и с такими драмами, что некогда нам даже делом заняться. самым главным врачом и сюда пришли вот и все правильно так что улыбайтесь ребят смерти нету вы с вами уверенно на что ее нет но как только дело касается каких-то чисто индивидуальных таких вещей тот в эту же тут уже на сомневаться начинаете да но для других нет смерти вы знаете что там когда она далеко ее нет так как вот к себе поближе там уже сомнение возникает вдруг она есть поэтому нужно получить прямой ответ вот в самом себе да или нет есть она или нет вот здесь ее нет тогда проблемы с улыбкой глядя на этот мир их вообще нет проблем никаких тогда и жить становится безумно интересно ну ладно идем дальше а вот по поводу запахов мы закончили на запаху да перед обедом так вот я присутствовал на одном очень интересном докладе докладе в обществе судебных медиков и криминалистов когда пытались научно обосновать доказательную базу вот что животное если она кого-то там определяет собака например вот кого-то определила что это включить в доказательство что это юридически можно как доказательство принять да вот собака облаяла там кого-то да или по следу кого-то нашла ну понимаете да можно ли это понимать как абсолютные доказательства и вот был проведен один интересный опыт кинологи научно-исследовательском институте судебных экспертиз они проводили одну интересную работу работа была такая значит в кабинете одного высокого милицейского начальника вернее в кабинет высокого милицейского начальника в течение дня но заходили самые разные люди человек 15-20 я сейчас не помню какие там цифры заходили в кабинет люди начальник знают до этих людей все там записано запротоколировано потом что делали на трехлитровую элементарно банку обычную ставили в эту комнату заткнули крышкой вот герметично опечатали дали понюхать собаки из этой банки собака помнит тысячи запахов у нее в памяти тысячи запахов отложено тысячи это доказано там проверено вот она понюхав закрыли баночку потом выстроили людей человек 40 среди них были те кто в эту комнату заходил и были те кто далеко было от этой комнаты вообще просто не было так собака точно облаяла сто процентов те кто в эту комнату заглядывал даже по этому запаху в воздухе запах законсервировали и животное облаяло людей которые в эту комнату заходили даже заглядывал один человек это на него тявкнула то есть показала сказать свою состоятельность но естественно никто это за доказательства не принял ну так поудивлялись но сказали все это чепуха и ерунда мало ли чего у собаки в голове но мы знаем чего у людей в голове да у собаки все вполне конкретно это точно совершенно она не подведет вот но такой эксперимент был я был свидетелем я на этом заседании присутствует мне просто интересно было как это был чисто проведенный эксперимент начальника это сам удивлялся но так ход делу не дал естественно а то его еще бабло его может он там не в том месте где был бы да мало ли куда он ходит мышь не знаем оттуда запах принесут поняли что в этом мире все интересно мире запах тем более ладно идем дальше на днях был день рождения у игрек там был мужчина икс а женщина игрек я позвала ее говорит мать она пришла лицо ее было совершенно как у обезьянки она села напротив меня мы обменялись несколькими словами затем я сконцентрировалась и закрыла глаза и когда я их открыла у нее было идеальное лицо мадонны такое красивое а ведь раньше я видел обезьяну обезьяна не была уродливой но обезьяна есть обезьяна я была поражена я сказал себе дивная пластичность так вот у души нет возраста и нет уродства вообще-то да если ты вступаешь контакт с истинной душой человек кто в мир происходит волшебное преображение ты видишь перед собой чудо если контакт на уровне души то какая бы физиономии не было с точки зрения портретиста там физиономиста одухотворенные физиономии это нечто действительно из области рафаэльевской таскать живописи и вот мать говорит была обезьянка до обезьянка и вдруг говорит я ее увидела совершенно так удивительная мадонна и все хотя бы 4 остались 4-то вроде остались а восприятие это совершенно другое то есть все светилось этими вибрациями теплыми вибрациями души вот вам мадонна а для души не существует ничего не уродливого не безобразного у чисто женской души действительно должно быть лицо мадонны если она есть эта душа независимо от внешних там всяких искать форм понятно если она есть то все и никуда тут не деться не возраст и ничто не может не национальность не еще какие-то искать отдельные огрехи так называемые не могут скрыть вот этот облик внутренний который душа проявляет в человеке ничто не может вы наверно хоть раз своей жизни ну наверное хотя бы раз своей жизни наблюдали чудесные преображения облика любимого человека если он у вас когда-то был видели глядите в глаза и вообще что-то вот фантастическое нет того человека который вы знаете по жизни что-то другое совершенно удивительно когда вы один на один и так душу в душу не душу в душу живете а душа с душой контактирует начинать такой таблик преображает совершенно фантастически да ну хоть раз у вас такой опыт наверно был у всех ну разочек один хотя бы вы понимать и жена была красавицы так что это действительно факт действительно факт когда нет никаких препятствий форме эго ты не эго твое воспринимает не она оценивает она всегда оценивает ум всегда ставит барьер между истинным восприятием которое должно быть через посредство души и тем что формах отражается всегда барьер а тут нет этого барьера это действительно фантастика так вот смотрите сколько у вас открывается в жизни перспектив сколько у каждого например полюбить по-настоящему вы можете когда-нибудь а независимо от возраста пола понятно а что нет ну сейчас вы пока еще работу на пути то не начали всерьез то ну сейчас вы можете полюбить кого-то да но опять-таки по остаточному принципу вот а тут надо чтобы все полноценно было ясно и оно должно быть наш впереди вечность ты будешь так прям сейчас вам вот вот да и как мне бабушка вынь да положь вот сейчас сейчас я не могу вынуть и положить но все это во времени раскрывается вы торопитесь торопитесь правильно вы не торопитесь действительно придет время действительно то что еще вас может пробудить вас все впереди и обязательно пробудет я не вижу людей больше не вижу их так как видят люди как обычно их видят иногда мне говорят вы заметили тот-то тот-то человек похож на тот этот мне отвечает нет я ничего не вижу в другое время я вижу точа никто не видит развивается нечто гораздо более сложная так вот пробуждение интегрального видения человека видение основано на вибрационном восприятии через посредство нового вибрационного тела непосредственно через посредством души существенно отличается от прежняя прежняя восприятие это через призму ума через витальные чувства мы воспринимали мир воспринимали людей да а тут принципиально новая таскать форма восприятия и в человеке видится множество множество деталей существенных деталей которые раньше вами бы остались незамеченными тут открывается масса всяких деталей тонких таких деталей вот и в то же время эти детали не способны ваша целостного восприятия отвлечь иногда мы видим какую-то деталью и у нее там такие-то глаза смотрим и только глаза и только это видим а тут все видим в деталях и в то же время целостное восприятие очень глубокое но никуда не теряется ум обычный видит детали ну что такое видит детали вы знаете вот но детали мы вряд ли прекрасные видим если только сильно вперед влюбленности находимся то все время какие-то негативные вещи это не так нос не тот глаза не такие там уши не такие но все не так да а тут ты видишь эти детали и в целом эти детали они как бы составляют нечто целое которое ну не подкид с этими деталями но очень гармонично вот это новое видение он действительно очень интересное очень интересные таким образом со временем ваше представление точнее знание о конкретном человеке становится все более полным и интегральным и что самое главное вы не ошибаетесь потому что вибрации или вот то что исходит от человека нет внешне его таскать форме от облика а вот что-то совокупное внешне и внутренне вот то что как бы ставить некий единый вибрационный поток он вам дает полное представление об этом человеке внешне интересный человек может оказаться абсолютно пустышкой он интересный внешне все замечательно но пустышка и вы это ощущаете при совершенстве внешних форм ну просто что-то пустое хотя он вызывает восхищение там какие-нибудь актеры вот эти самые голливудские там женщина падают был ползают плачет пищат стонут а он пустышка вы уже так не будете стонать пищать падать да все понятно человек малосимпатичный вроде бы для большинства он может обладать такой удивительной душой что вот эта малосимпатичность который всем вроде бы заметно кроме вас она оказывается вот той самой изюминкой тем самым шармом таким тонким который действительно делает эту человеку уникальным неповторимым понимаете вот очень интересная вещь казалось бы он для всех вот такой вот все как его можно полюбить не тем местом любите господа не тем надо правильным местом любить вот что самое главное еще если за красивой внешней упаковкой бывает такая в человеке прячется нечто сугубо зоологическая вот так бывает сугубо зоологически то вибрационное видение позволяет приметить нем того самого зверька из области залоги доброго или злого но зверек видится а вы знаете о чем идет речь каждым человек сидит зверек в облике у генетика вы же знаете мы же проходили все вот от этой самой от одного лепестка слияния яйцеклеток мы все форма проходили морковь зверек запомнился там где-то и в облике он рас и выстрелил и это видно вот новому сознанию видно зверьков как интересно и на себя посмотрим что же зверек ну если так вот теперь с пристрастием то до присмотреться вот в каждом человек сидит зверек определен есть добрые зверьки и злые зверьки но зверек обязательно какой то есть в хорошем смысле зверек вы же любите животных то как самих себя наверное уже поэтому то тоже интересно тоже видно вот так вот один мой хороший знакомый на эту тему высказался конечно не без доли юмора весьма категорично он говорит было бы очень хорошо если бы лица людей соответствовали их животному статусу соответствовали коль ты хорек то будь им и внешне вот настоящим хорьком и в твоей внешне с никаких вопросов уже не проявится ну не будет ты сам вот такой если ты бегемот но буду будь бегемотом вот чтобы было видно что ни с кем другим тебя не спутаешь но вот только вибрационное видение позволяет все-таки видеть зверьков на тонком плане в людях вот к счастью а так бы представляешь сколько у бегемотов там каркадилов те окружали это вообще бы ты руку бы не мог никому подать откусит понятно вот такие интересные вещи бывают они любопытны даже чем-то смешные но это есть есть просто интересно вот про действительно кажется мы живем в мире животных и не столь уж добрых животных то в общем то если по сторонам так внимательно посмотреть и поглядеть что нам люди демонстрируют то это не добрые животные там и отнюдь не травоядные вот даже вегетарианцы это не снимает с них животные статус любовь вещь необусловленная начать мне любовь а то что я называю сделкой я даю тебе свою привязанность чтобы ты дала мне свою я с тобой добыт так что ты должна быть добра со мной вот как люди обычно понимают любовь но это глупо это бессмысленно я понимала это еще совсем совсем маленькой любовь по своей сути не обусловлено ну вот я иску обусловленное не обусловлено ну попробуем немножко есть разобраться вот истинная любовь если говорить о любви который исходит из нашей истинной сущности это либо и есть она либо ее нету тут не бывает степени или градации любви если она есть то она существует независимости от чего-либо вот истинная любовь познается вот как бы первая ступень познания истинной любви на уровне психических существ на уровне души не говорим сейчас на уровне так всеобщего единения да именно на уровне души и когда говорят о том что дети должны любить своих родителей обычно так говорят да дети должны любить своих то тут вовсе неуместно слова должны то есть не путайте любовь с чувством долга чувство долга у детей в отношении к родителям есть но любить они могут и не любить родителей в том смысле в понимании любви который действительно на уровне истинной сущности способна проявиться то что бывает настолько дети чужды своим родителям родители своим детям что увы тут невозможно склеить что-то невозможно придумать как все это совместить но что разные места так сказать любит или не любят то есть сложно это истинная сущность когда два эго два эго вообще любить себя не могут до эго и душа душа может как бы полюбить его но если там нет стены а если есть стены стена то есть сострадание а его никогда не полюбит душу никогда просто кажется сумасшедший только у тебя любит вот просто так ни за что но это не нормально и просто ну когда нет ты мне я тебе нет этой торговой то есть от словом любовь тут очень надо осторожно обращаться понятно очень осторожно потому что это непростая штука очень такая обманная слова самообманное отношение . вот в поле вот этих словес тоже обманные фальшивая любовь который да так вот если ребенок чувствует вашу любовь чувствует не вашу животную любовь как детенышу как зверенышу до которого надо выкормить поставить на ноги а чувствует тепло вашей души ребенка обмануть невозможно то он ее чувствует то он обязательно ее чувствует ребенка обмануть невозможно а если вы просто о нем заботитесь это ваш долг вы должны его выкормить вы обязаны вы должны любви нету это зоологический животный долг но животные очень быстро дают пинка своим детям дети подросли их нету а мы с этим животным долгом очень долго носимся да лет до пятидесяти там до семидесяти маме 90 лет ему 70 вот и она все сосочка и вот ему он пьет бедный мам закусить ему надо дать вот вот на все там плохо закусывает но примерно вот так видите это вот только человеку свойственно животном мире там все в порядке все иди в жизнь занимается делом и не валяй дурака а у нас вот как-то вот любим вроде и себя гробим и детей гробим это не любовь это не другом называется так вот фальшивая любовь которой привыкли люди непременно предполагает взаимность то есть торг то есть своеобразную куплю продажи так называемой любви вот ты мне я тебе и уж если я к тебе так отношусь с любовью то и ты уж будь добр относись ко мне тоже с любовью а ну взаимно а так ну какой смысл тебя любить то если ты взаимностью не отвечаешь и если ваша любовь доставляет вам хлопоты хлопоты да и страдания если вы постоянно напряжены то это не истинная любовь откуда может быть истинная любовь она абсолютно легкая свободная чистая ничем не обусловленная а если вы страдаете переживать кэшет любовь это чушь какая-то даже не суррогат любви какая-то придумка которую назвали любовью понимаете так хотя бы тонко о чем идет речь вот фальшивка однако люди которые поневедение пребывает легко попадаются на эту хитроумную приманку и всю свою жизнь странает хроническим заболеванием связанным с вечной неудовлетворенностью в вопросах любви вот нет удовлетворения в вопросах любви но его и никогда не будет потому что вы самой главной любовью то расстались вы отпали от всего сущего в основе которого лежит любовь и благодать отпали и вот когда туда вернетесь вот тогда и не надо будет искать на стане какой-то любовь вот ту который вас никогда не удовлетворит потому что надо все сразу но не по частям целое нужно вы от целого отпали а вы хотите вот какую-то половинку там найти который бы вас объединил в этом искать в этом чувстве не будет такого такого не будет увы и любовь то дана людям для того чтобы они размножались первое а второе чтобы поняли что в поисках той любви которая называет любовью и исчерпав себя что нужно искать что-то другое принципиально новое иное ясно не найдете тут меня и партнеров там тоннами сотнями по десять раз нет по четыре по пять раз брачуясь бестолку а вот однажды можно попасть точно в цель когда на уровне души вот это не мишени тогда главное когда на уровне души этот контакт украши сработал но это редко бывает но бывает так что не отчаивайтесь у вас все впереди и замечательно по этому поводу сказал кришна мотте если вы требуете чтобы вас любили слушайте меня внимательно если вы требуете чтобы вас любили то у вас самих нет любви тогда за что же вас любить если вы требуете что вас любили вас нет любви когда у вас есть любовь вы самодостаточны в любви То-то вы не требуете любви от кого-то Если есть эта любовь, она есть как некий контакт, но не как дай Ясно? А если вы требуете, чтобы вас любили, ну требуйте Плохо кончится Хорошо, что никак Ну ладно О жаждущих поселиться в Ашраме Просьбы о приеме сыплются как саранча Да только в 99 случаев из 100 они исходят от людей, которые хотят приехать сюда Чтобы жить как им удобно, отдыхать и ничего не делать Лишь один из 100 приходит из-за духовного стремления И даже тогда к этому стремлению много чего примешано Так вот, ураганный наплыв людей, желающих поселиться в Ашраме Шеврабинда Прежде всего связан с витальным стремлением С витальным стремлением эгоистичных людей Удобно устроиться в святом месте В святом месте всегда удобно устроиться Тем более там почти светская дисциплина Медская Не монастырская Там не надо молиться день и ночь Там 300 поклонов в день делать Или службы какие-то ночные выставить Не надо Там вроде бы как нормальная обычная жизнь Ну, разве плохо? Устали от этой суеты, от этой, так сказать, жизни Особенно западной Ну, в то время Там же есть, ну, вполне вроде нормальные люди Которые, ну, не приемлют то, что в конечном счёте просто надоедает Ну, приелось А тут вдруг какая-то святая духовная атмосферка Вот, в которой можно отдохнуть Создать духовный оазис С детьми даже приехать можно как-то нормально Ну, санаторий И мать видит, что приезжают бездельники Приезжают бездельники, которые ничего делать не будут И не может этот наплыв-то она уже остановить Она на свою голову придумала этот Ауравиль, этот город А шрам, ладно, а шрам вроде как полигон такой был психологический Который Шрио Робинда изобрёл Сказал, что нужно посмотреть, как вот в неком узком коллективе Будут появляться духовные плоды Ну, достойные Он решил эксперимент провести А потом Ауравиль этот придумала мать уже Это всё конец Она уже остановить-то это не может Прекрасно понимает, но уже сделать-то ничего нельзя Ужасающая картина ей видится Лишь один из ста оказывается пригодным до сознательной духовной эволюции И то, если он соответствующий приложит старания Если дисциплинирует своё поведение Это, кстати, к нам относится Поведение своё дисциплинировать приходится Вы же не в ашраме, Шрио Робинда Там можно ничего не делать Как в святом месте А когда вы один на один с собой И с тем, что вы должны делать Ну, наверное, надо что-то прилагать к этому Дисциплину и прочее, прочее, прочее Ясно, наверное? То есть, от вас никто не требует Вас никто не осуждает Это ваше дело, это ваш выбор Понятно, наверное? И это замечательно Вы абсолютно свободны То есть, никто вас не заставляет Вы из-под палки ничего делать не будете Это правильно То есть, всё должно соответствовать вашему внутреннему статусу Вашему стремлению Если это будет, ну, как бы в унисон с тем Что вы стремитесь Если то, что вы делаете Это будет с этим резонировать То это замечательно Это будет интересная жизнь Она будет начинаться, будет И не иметь конца Вот Вот этим надо заниматься Я думаю, что многие уже поняли Что это такое Что это за работа Но духовная реализация Это отнюдь не паразитирование На имени того же Шрио Робинда А то паразитируют люди Говорят, да, я вот в ашраме Само слово ашрам Значит, уже всё предполагает Что ты же святой Ну, по крайней мере, где-то в предсвятости находишься Да? Вот Но духовная реализация Отнюдь действительно не паразитирование На имени человека Которого можно назвать учителем Мать прекрасно понимает это Но остановить растущий наплыв Духовных иждивенцев Она уже не в состоянии И когда Сатпрем Предал гласность Истинную позицию матери По отношению к насильникам ашрама Он сказал Он тоже у него Что на языке То он Не надо этого говорить А он сказал Вот его даже потом чуть не убили Было даже покушение Он сказал, что все вы бездельники Сказала мать Примерно Вот такая была ситуация Но, естественно, ему не поверили Ну, или поверили и поняли Но он им не нужен был Поэтому он все жалуется Что его бедного Они не принимают Не приняли Ну, не надо глупости говорить Потому что их исправить невозможно Да? Поэтому не надо было Вот в такую Острую конфронтацию Просто вступать И он ушел оттуда обиженным Непонятым Был у него первый момент Очень такой Болезненный Он долго сохранил Я думаю, до конца сохранил Вот ту атмосферу Неприязни Которую он испытывал К этому ашраму Ну, есть люди Которые не ведают Что творят Ну, и пусть творят Какое тебе дело до этого Да? Пусть Чего страшного Если мы на все будем реагировать Кто нам что-то не так сказал Кто-то огрызнулся Кто-то вот Немножко Ты меня понимаешь, да? Вот Ну вот Так что Давайте К этому так Более нормально Относиться Если нас еще задевает Значит Есть за что Есть мишени По которым По нам стреляют Наши враги Не враги А лучшие помощники Вот и все Перестанут стрелять Значит у нас все в порядке А любой искусственно созданный Духовный центр Или центрик С постоянным проживанием Там ПМЖ В этом центре Да? Он обречен На духовное бесплодие Ну обязательно Правда это плохо понимается Людьми Которые стремятся К духовному комфорту И упорно Отлынивают От индивидуальной Творческой работы Вот коллективная Замечательно Коллективно шерстуем туда Коллективно шерстуем сюда А индивидуальной Духовной работой Никто заниматься не хочет Поэтому мы с вами В миру Не в духовном оазисе И наша задача Творчески Индивидуально Заниматься Духовной реализацией Здесь уже Ты не схалтуришь Там можно в коллективе В хоровом пении Рот просто открывать А тут На месте будешь топтаться Сразу поймешь Либо тебя долбить начнут Ну больно щелкать Тоже поймешь Правильно? Не отсидишься За спинами коллектива Поэтому у нас Преимущества Масса В индивидуальной Творческой работе Которой мы занялись Все-таки Я надеюсь И этот путь Или реализация Этого пути Полноценная реализация Этого пути Предполагает Активную Духовную работу В колющих условиях Социума Именно активную Работу В социуме И имея искреннее Стремление Сердечное Надо остаться Один на один С божественной силой И предоставить Ей Беспрепятственно Выполнять Ее Созидательную Или трансформирующую Работу Все Никаких Особых условий Для этого Не требуется Все по-моему Понятно Мы чувствуем Что нам Не хватает Того Сего Чувствуем Боль Здесь Там Но все Это Ложно В действительности Это Означает Что мы Вышли Состояние Гармонии Этой Гармонии Которая Всегда Есть Но мы Все-таки Вышли Из нее Значит Мы Нуждаемся В этом Нуждаешься В том У нас Болит Здесь Болит Там Чего-то Не хватает А не Хватает Самого Главного Того Так вот Если мы Постоянно Чувствуем Боль То Здесь То Там Если Мы Хронически Испытываем Болезненный Психологический Физический Дискомфорт С разного Рода Страхами Сомнениями Страданиями Ну и болезни Плюс Ко всему Да То мы Не живем Той Жизнью Которой Могли Бы Жить У нас Нет Божественной Гармонии У нас Нарушается Постоянно Гармония Сметной Жизни Ну Сметной Жизни Бывает Какая-то Гармония Или Иллюзия Гармонии Что бывает Когда Все в порядке Чуть-чуть А потом Всегда Все не В порядке Вот Это Ложная Иллюзионная Гармония Сметной Жизни А вот Гармония Божественная Это Совершенно Другое И Хорошо Что мы Имеем Эту Болезненную Болезненное Нарушение Гармонии Пребывая Сметной Жизни Это Дает нам Возможность Все-таки Заняться Поиском Того Чтобы Эту Гармонию Вот Ту Которая Уже Не Гармония Она В одни Ворот Как бы Уже Играет На Финал Чтобы Ее Как-то Преодолеть Понять Чтобы Выбрать Какие-то Адекватные Средства Чтобы Дальнейшая Наша Жизнь Все-таки Имела Какой-то Смысл А если Нас Ничего Не Болело Если Мы Не Страдали Не Сомневались Не Боялись Ничего Искать Не Стали Никогда Да Было Все В Порядке Вы Будет Волитворились Своими Эгоистическими Желаниями Своим Эгоистической Малостью У вас Было Все В Порядке Но Видимо Задумка Твотца Совершенно Другая Заставить Нас Пробудиться От Этой Вечной Спячки Через Боли Через Страдания Через Сомнения Через Страхи Да А так бы Их Не Был Наверное Все Же От Бога Говорим Да А то Он Над Нами Издеваться Начинает Ну Наверное Неспроста Мы Над Ним Издеваемся Он Ждет Нас Ксев В Гости А Мы Уподнно Уподнно Нас Зовет Зовет Да В Душ Это Зовет А Мы Хотим Чтобы Он К Нам В Гости Пришел Вот Пришел Ни С Того Ни С С С С А Вы К Нему Хоть Маленький Шажок Навстречу Сделали Когда Нибудь Искренний Покаявшись Раскаявшись В том Что Вы В общем То Его Предали Вы Предали Свою Родину Предали Свою Отечество Я Имею Ввиду Изначально Вот То Единое Что Вы Должны Первый Шаг Навстречу Сделать Он Готов К Вам Ити Но Вы Ждете Что Он С Небес К Вам Придет Вам Поможет Вам Стоит Только Попросить Потребовать Он Вам Обязан Ну Увы Вы Ему Обязаны Вообще Так И Начинать Работу На пути Сознательной Духовной Эволюции Надо Все Так Покаяние С Главного Покаяния То Признать Что Ты Отпал От Господа Что Ты Отпал От Всего Сущего От Этого Единого И Вот Тогда Наверное Если Это Покаяние Будет Искренним Оно Станет Для Вас Той Самой Статовой Площадкой Чтобы Реализовать Своё Истинное Предназначение Здесь Покаяние Надо Начинать Потому У нас Один Есть Единственный Грех Который Порождает Множество Всяких Разных Крупных И мелких Грехов Один Грех Грех От падения От Господа Какой Ещё Грех Есть Какой Ещё Грех Который Не Производный От Главного Греха Да Нет Так что Вернитесь К нему И с Остальными Грехами В общем-то И бороться Не надо Надо Просто Уметь Видеть Когда У вас Есть Позывы К тому Но Значит Ещё Вы Не вернулись Туда Куда Надо А Когда Вернётесь Туда Куда Надо Что Всё Остальное Отпадает Автоматически Понятно Просто Оно Перестаёт Существовать То есть Греховное Дерево Надо С корнем Вырвать И всё Не По отдельным Веточкам По лепесточкам Там Свои Эти Греховные Похождения Как-то Это Самое Замаливать А Спилить Главный Грех Правильно Или нет Значит Достаточность Один Страх Страх Смерти И они То Производные Главного Греха Отпадения От Господа Поэтому Вернуться Надо И всё Проблема Решается Элементарно Со всеми Остальными Вещами Так Или Не Так Логика Есть Детская Логика Но Она У Господа Логика Простая У неё Сложностей Нет Вернитесь К истокам И любовь Будет И всё Остальное К вам Придёт Всё По Настоящим Будет По Правда Жнему Если Вы Осознали Полную Несостоятельность Своими Собственными Усилиями Коренным Образом Изменить Свою Жизнь К лучшему Хотите Её К лучшему Изменить Пытаетесь Усилия Прилагаете Если Вы Осознали Что Не в Состоянии Вы Сделать Этого То Самое Время Вам Стать На путь Сознательной Духовной Эволюции Исполнить Свой Долг Перед Господом К лучшему Не Получается Значит Делом Займитесь Тело Никогда Не Находится В Состоянии Рановесия Оно Всегда Выведено Из Него Что Выражено Более Или Менее И Нечто Другое Свыше Воли Или Сознание Выше Удерживает Его И Заставляет Работать Так Что Если Мы Призываем Эту Волю Волю Гармонии Если Мы Имеем Внутри Это Пламя Пламя Стремления Сердечного И Можем Установить Между Ними Контакт То Выходим Из Так Называем Болезни Которая Нереальна И Входим Божественную Гармонию Так Что Что Касается Физического Тела То В нем При условии Исследования Индивида По пути Сознательной Духовной Эволюции Возможно Установление Динамического Равновесия То есть Относительной Гармонии Или гармонии Трансформации Или гармонии Переходного Период Как хотите Называйте Это Это означает Что в теле Вырабатывается Или устанавливается Четкий алгоритм Работы Нисходящей Трансформирующей Силы Что Она делает Она Разрушает Старое Она Строит Новое Она Временно Это Новое Фиксирует Потом Это Новое Или Ставшее Новым Устаревает Она Разрушается Строится На месте Его Новое Опять На Время Фиксируется Вот Этот Алгоритм Работы Нисходящей Божественной Силы Он Четко Встанавливается То есть Есть Некая Динамическая Гармония Обновление Что Ли Вашего Организма А так Что Получается В нашем Организме Это Сила Если Она В него И Проникает То Она Выполняет Только Деструктивную Работу Она Разрушает Она Ничего Нового Не Строит То есть Нет Построения Нового Нет Обновления В Организме Ясно А это Динамический Процесс Вот Эта Динамическая Гармония Переходного Периода Пока Тело Еще Не Обожилось Что Ли Она Полностью Не Пропитана Вибрациями Божественными То идет Процесс Такой Перманентный Старое Разрушается Новое Строится На время Фиксируется Потом Разрушается Строится Фиксируется И где Этот Процесс Вот Некая Динамическая Гармония Переходного Периода Я это Называю Именно Переходный Период Потом Гармония Меняется Качество Гармонии Уже Более Высокого Порядка Но Тем Не Менее Вот Эта Гармония Переходного Периода Она Уже Ощущается Тобой Как Процесс Который До Сих Под Ты Не Мог Даже Представить То Если Эта Сила Раньше Выполняла Только Деструктивную Роль Роль Разрушителя Роль Нашего Могильщика То Теперь Она Выполняет Созидательные Какие-то Функции То Созидает Нечто Принципиально Новое В самом Тебе В твоем Сознании В твоем Теле То Идет Процесс Эволюционной Трансформации И так Вплоть До Относительно Полного Телесного Преображения Когда Указанная Цикличность Или Указанная Цикличность Этих Процессов Становится Менее Выраженной За счет Установления В клетках Тела Вибрационной Гармонии Гармонии Высшего Порядка Гармонии Пребывания В новой Вибрационной Энерго Обменной Среде И если Индивид Отказывается Сознательно Открываться Нисходящей Силе Трансформирующей Отказывает Сознательно Эволюционировать То Эта Сила Принудительно Проникая В тело Выполняет Лишь Разрушительную Работу То есть Она Толком Поскольку Мы закрыты И она Прорвалась Разрушила Оно Вот она Построить Не может Выполняет Только Деструктивную Работу И в результате Никакой Динамической Гармонии Не может быть Речи Возникает То что Врачи Называют Болезнями Идет Процесс Разрушение Методично Напомним Что так Называемые Болезни И соматические И психические Это по сути Ничто иное Как несоответствие Наших тел Физического Ментального И витального Требованием Эволюции Вот это То что Врачи Называют Болезнями Это Несоответствие Наших Физическим Ментального И витального Тела Требованием Эволюции Все То есть Нет этого Соответствия Помните Что подлинная Гармония Не может быть Продуктом Ума Некоторые Говорят Давайте Позитивно Мыслить У нас Будет Некая Внутренняя Гармония Чушь Полная Это Да Это Полная Ерунда Или Рациональный Здоровый Образ Жизни Ваш Гармонию Установлят Тоже Чушь Полная Не та Сила Не та Сила Которая Может Установить Гармонию Это Непроническая Энергия Это Ни энергия Ментальная Это Принципиально Иная Сила Сила Которая Гармонию Устанавливает По Божественному Принципу А не Принцип Частичности Ну Локальные Какие-то Так Наши Фрагментарные Части Нашего Интегрального Существа Что Там Надо Гармонию Устанавливать В уме Умом Позитивного Мышления В телом Здоровом Образе Жизни Там Еще Где-то Еще Каким-то Образом Жизни Все Это Ерунда То Это Должно Быть Интегральным Процессом Этот Процесс Должен Общий Это Не Может Быть Процесс Частно Реализуемый Какими-то Отдельными Частями Нашего Существа И Вспомните Слова Спасителя На Эту Тему Сказан И Он Сказал То Что Вы Откроете В себе То Что Вы Откроете В себе Спасет Вас То Что Вы Не Откроете В себе Умер Твит Вас Та же Самая Сила Она Наша Магическая Разрушитель Но Она Яснее Сказано Замечательно Сотрудничество Пораженческого Ума Это Особый Характер Ума Пораженческий Совместное Действие Пораженческого Ума И Ложных Чувств Приводит К той Жизни Которую Мы Ведем И Это Отнюдь Не Весело Так Вот Постоянно Нацеленные На Поражение Во Всем Видящие Опасности И Подвохи Физический Ум И Наши Ложные Предчувствия Катастроф И Смутных Бед Это То Что Навивается Враждебными Силами То Что Порождает Нашим Зашлакованным Всевозможными Артефактами Сознания Тягостную Психологическую Атмосферу Такой Пораженческий Фон Даже Если У вас Нет Мыслей Ну Так Вот Бывает Нет Мыслей Да Все Но Какой-то Тягостный Пораженческий Фон Он Ощущается Наверное Что Это Ненадолго Что Какая-то Мысль Ворвется Пораженческая И Все Опять Снова Здорово Начнут Тянуть Соки Психологические Что Пораженческая Атмосфера Никуда Не Девается Как Туман Какая-то Плотная Завеса Она Не Исчезает Это Пораженческий Физический Ум Он Настроен Только На Пораженческую Волну Поскольку Он Эволюционно Эволюционно На Жить И Быть Вот В Этом Отрезке Времени Рождение Там Взросление Старение Болезни Смерть То есть Это Зафиксировано Поэтому Финальный Этап Старение Смерть Он Уже Во Второй Половине Жизни Ну Ну Прям Буквально Буквально Не Дает Людям Покоя Он Действительно Выходит На Первый План Вот Это Ощущение Ясно Это Пораженческая Структура Вся Эта Беспорядочная Смесь Телесных И психических Расстройств И Недомоганий Должна Управляться Высшей Волей Которая Берет Наведение Порядка На Себя Берет На Себя Тогда Если Порядок И не Полностью Восстанавливается То По крайней Мере Он Удерживается В Подленных Пределах И Тело Может Продолжать Служить Инструментом Воли Которой Новой Воли Которой Хочет Проявиться Так вот До тех пор Пока Наше Интегральное Существо Не будет Полностью Уверено В руки Божественной Силы А это Возможно Только В результате Следования По пути Сознательной Духовной Эволюции Должного Порядка И должной В гармонии В нас Никогда Не будет Никогда До тех пор Пока Вибрации Этой Высшей Силы Не Станут Хозяевами Нашей Жизни Максимум Возможного Здоровья Как физического Так и Психического Здоровья Мы Обретаем Только Тогда Когда Наше Интегральное Существо Которое Включает В себя И физическое Тело И витальное Ментальное Структуру Истинная Сущность Только Тогда Когда Оно Через Посредство Всевышней Воли Целиком Погружается В новую Энергообменную Или Вибрационную Среду Когда Тело Физическое И все Что мы Называем Собою Витальное Ментальное Наше Существо Истинная Сущность Будут В поле Единых Вибраций Вибраций Божественных Только Тогда Мы Обретаем Максимум И физического И психического Здоровья И это Возможно Это не только Возможно Это факт Которым Мы убеждаемся Когда На самом деле Это Сила В конечном Счете Преодолевает Сопротивление Вот этого Пораженческого Физического Ума И Помещает Наш Наш Тело Все Наше Сещество В новую Энерго Обменную Среду Ментальные Искажения Докторов Ужасны Ментальные Искажения Докторов Ужасны Они Приклеиваются К вашему Мозгу Они Остаются И возвращаются Через Десять лет Я знаю Это из личного Опыта Это Все время Возвращается Доктор Сказал Мне Что Это Так Доктор Сказал Что Это Так Доктор Сказал Доктор Сказал Не словами Но Это Приходит Доктор Сказал Так Или Медицинская Наука Сказала Это В книжках Написано Так То И тогда Клетки Начинают Паниковать Это Ужасающая Гипнотическая Мощь Так Вот Если С искренней Верой В медицину И в докторов С искренней Верой В медицину И в докторов Начать Ходить По врачам И с пристрастием Прислушиваться К тому Что они находят В вашем организме То очень скоро В вашем подсознании В глубинном Клеточном Подсознании Возникает Кристаллизованный Очаг Теперь уже Мнимой Или фантомной Болезни Болезни Нет Но Очаг Фантомный Который вам Внушили Вот что Такие-то Симптомы Такая-то У вас Болезнь Вот этот Застойный Фантомный Очаг Возникает Так как фантомные Боли Конечности Нету А вот Кажется Бальцы Там Болят Рука Или Пальца Ног Вот этот Фантомный Очаг У вас Ничего Нет А вот Этот Застойный Фантомный Очаг Вас Сидит Причем Он Из Подсознание Может Выйти И Материализоваться В любой Момент Если Вы Будете Слишком Актуализировать Какой-то Маленький Симптомчик Из Того Набора Который Характерен Вот Той Болезни Ну Так Называемые Фантомные Болезни Которая Где-то Там Запрятана В памяти Очень Быстро Это Может Актуализироваться Материализоваться Материализоваться И Столь Только Вспомнить О Перенесенной Когда-то Болезни Или Смутно Проявиться Еще раз Подчеркиваю Одному Из ее Симптомов Как Законсервированный На время В подсознании Очаг Начинает Оживать И Вскоре Этот Процесс Если Его Поддержать Пристальным Ментальным Вниманием Он Разворачивается В полной Мере То есть Вы Поддерживаете Энергию Своего Внимания Своей Мнительностью Этот Процесс Он Начинает Разворачиваться То есть Нужна Энергетическая Подпитка Понимаете Вот Хронические Заболевания Таким Образом Обостряются Периодически Обостряются Когда Какая-то Несущественная Казалась Мелочь Слишком Вы Передаете Внимание Вспоминаете Что у вас Когда-то Было Все Начинает Развиваться Сам Процесс Все Это Оттуда Извлекается И Ради Бога Все Делается Очень Просто Просто Элементарно Гипнотическая Сила Влияния Докторов На Наше Пораженческое Подсознание Действительно Ужасающе Если Мы Действительно Хотим Победить Фантомные Болезни То Все Наши Пораженческие Структуры Должны Быть Радикально Трансформированы Супраментальной Силой И Вот Когда Она Выжигает Все Это На Подсознательном Уровне Все Что Там Накопилось В Качестве Этих Фантомных Нереально Существующих Болезней А Просто Нечто Что В памяти Хранится Как В учебнике Как Справочнике Знаете Справочник По болезни Записанные Там У вас Подсознание И И Сходя Из Этого Справочника Какой-то Катализатор Ну Внешний Или Внутренний Способный Запустить Этот Процесс Запускает Его И Пристальным Вниманием Своим К тому Что Происходит Напитывайте Этот очаг Возбуждения Он В полной Мере Начинает Расцветать Это Классика Я На себе Это Проверял Просто Проверял И Мать Не Беспричинно Говорит Она Знает О чем Она Говорит Она Тоже Проверяла Это Она Знает Это Можно Проверить Доктор Говорит Она Кристаллизует Болезнь Делает Ее Конкретной Жесткой И Затем Его Заслуга Будет В том Чтобы Вылечить Ее Если Он Сможет Так Вот Докторам Нужно Нам Что Мы Больны А Это Не Всегда Так На Самом Деле Или Большей Частью Не Так И Они Соответственно Берутся За Лечение Если Вы Приняли Это Внушение То Вы Согласны Лечиться Если У Них Это Получается А Может Болезни Не Было Вовсе То Тут Они На Коне Вы Ой Как Хорошо Как Замечательно Все Прошло Когда Мне Говорят Там У 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 Это У Изучил Поэтому Если Чем Помашешь И Примешь Какую Таблетку То Ты Будешь Думать Что Она Тебе Помогла Ясно Поэтому Вначале Не Спешите Пока Бегом Что-то Принимать Если Это Не Смертельно Ясно Само Проходит Гораздо Более Короткий Срок Это Точно Совершенно Ладно Идем Дальше А Если Врачей Это Не Получается Вот То Что Они У Ваш Нашли И Пытались Излечить То Они Обливают Вас Объявляют Больным Хронически Больным И Лечат Пожизненно Тоже Неплохо Для Финансово Ориентированных Докторов Это Нормально Сегодня Неплохо Если Вы Пациент Пожизненный Да Вспоминайте При Случае Один Избитый Анекдот Если Насморк Лечить То Он Проходит Через Семь А Если Не Лечить То Через Неделю Это Проверено Это Проверено Если Нынешние Врачи Заставили Вам Серьезный Диагноз То Не Будьте Наивными Не Спешите Лечиться Особливо Ложиться Под нож Не Торопитесь А то Они Немедленно Говорят Вот Надо Немедленно Отрежать Вот Буквально Позавчера Уже Надо Было Это Сделать А Сегодня Завтра Может Быть Уже Поздно Вы Никогда Не Торопитесь Все В Порядке Вот То Есть Они Вам Сказали А Вы Обратитесь К Другому Специалисту Это Уже Профиль Желательно Как Минимум К Двум Чтобы Совпали Диагнозы Если Есть Совпадение Ну Там 2 0 Счет Да Или 3 0 Если 2 1 То Еще Б Надо К Кому Обратиться Знаете Там Непонятно Может Быть Мало ли Кто Что Придумает Поэтому Надо Убедиться И В наших Наблюдениях Есть Случаи Когда Имело Место Неоправданное Лечение В связи С неправильно Поставленным Диагнозом Лечение Было Абсолютно Неоправданным Вот А в Одном Случае Благодаря Нашему Вмешательству Как Говорит Человек Говорил Говорит Александр Васильевич Меня от ножа Вы спасли Спасли Меня от ножа Вообще От Харакири Вот Пожилой Человек Уже Ему За 80 Было Немного Он Был Буквально В последний Момент Ну Спасен Как он Говорит От Тяжелой Полостной Операции В грудную Полость Надо Было Залезть И От Легкого Отрезать Кусок Якобы Имевшийся Там Опухоли Якобы Я Подчеркиваю Вот А на Основании Некачественно Сделанного Или Проведенного Рентгеновского Обследования Оказалось Что Там Опухоль Была Он Мне Принес Этот Снимок Александр Васильевич Мы Так С ним Познакомились Меня Вас Порекомендовали Посоветоваться Что Тут Можно Сделать Я Смотрю Снимок Да Видно Там Затемнение Вполне Возможно Что Там Опухоль Но Что У Меня Возникло Некое Подождение Вы Сделайте Еще Раз Снимок Один В другом Месте Просто Сделайте Снимок А его Уже Под нож Собрался Доктор Класс Потому Что Через Две Недели Я В отпуск Ухожу А я Вас Хорошо Знаю Вы Теперь Мой Больной Я Б вас Мог Прооперировать До Отпуска И Все Был В Порядке И Вот Он Очень Забеспокоился Вел Здоровый Образ Жизни И Вдруг Вот Такой Теб Подарок Надо Отрежать Половину Легкого Сделал Не врач Специально Ничего Не делал Просто Там Какая-то Соринка Попала При проявке Обычный Рентгеновский Снимок Черно-белый А там Уже Под нож Его Класть Отрежать Ребра Выстригать Полостная Операция 80 Лишним Лет Под общим Наркозом Это Понятно Что Почти Конец И Он Так Обрадовался И Он Пошел Сходил К этому Врачу К этому Искулапу А тот Уже Ножи Наточил Я понимаю Уже Все Выправил И он Его Перед Отпуском Огорчил Я не Буду Оперироваться Тот Уже Нацелился На Операцию На Гонорар Вот Такое Дело Бывает Иногда А Сегодня Искулапов Много С криминальным Или С криминогенной Психологией Я бы Сказал Именно У врачей Появляется Криминогенная Психология С денежным Мышлением Врачи У них Эта Психология Уже Нормой Становится Им Надо Получить Понятно И вот Попробуй Их Вот тут На чем-то Поймай Это Очень сложно Очень сложно Потому что Все Похоронных Бюро Боятся И врачи Обычно Трепещут Перед Похоронными Бюро И Перед Врачами Попробуй Туда Там Скажи Что Не так Есть Также Злые Духи Говорит Мать Злые Духи Приходящие Чтобы Внушить Всевозможные Вещи Там Есть Зона Совсем Рядом С физическим Очень близко Это Зона Злых Духов Все Скверные Внушения Всевозможных Катастроф Всех Зловредных Воль Всех Желаний Это Отвратительно Все Это Кишит Как Если Вы Сунули Свой Нос Вазу Полную Червей Ну Хороших Червей Да Или Плохих Черви Это Тоже Хорошие Существа Она С Червями Не Знаю Ладно Так Вот Называемые Так Называемые Злые Духи Есть Наиболее Злобные Представители Влаждебных Сил Знаете Вот Невольные Мыслишки Которые Ну Сами По себе Есть Вибрации И требуют Энергетической Подпитки Нашего Внимания Если Они К нам Приходят Они Голодные Если Они Голодные Они Злые Они Нам Внушают Всякую Дрянь Есть Такие Мысли У вас Появляются Ни с того Ни с сего Она Влетела Вы даже Не думали Об этом Там Создается Проблема И вы Очень Внимательно К этому Отнеслись Не знаете Что с этим Делом Некоторые Гонят Эти мысли Мыслим Это Очень Приятно Они Силу Обретают Некоторые Боятся То есть Энергия Страха Или реакция Страха Тоже Для них Подпитка Все Что бы Вы Не сделали По отношению К ним Все Что бы Вы не сделали Для них Это Ну Пища То есть Энергетическая Подпитка А ваше Дело Ваша Задача Вообще Никак На это Не реагировать То есть Как будто Их нет Вот Провоцирует Вас Мысль На какую-то Определенную Ну На определенное Отношение К себе А вы Молчите То есть Полное Игнорирование Необращение Внимания И только При условии Вашего Спокойного Отношения К разного Рода Пораженческим Мыслишкам Которые Пытаются Вывести Вас Избавитесь Вы их Не будете Подпитывать И соответственно Они перестанут Вами Интересоваться А есть люди Которые За собой Целые Вот этот Шлейф Несут Этих Пораженческих Мыслей На любую Тему У них Все Плохо С детьми Плохо Со здоровьем Плохо С работой Плохо Международная Остановка Ну Страшная Вот Все Плохо Вот Они Кормят Эту Заразу Все И конечно Уже Да какой Путь Какая Они погибли В поле Пораженческих Мыслей Все Конец А такие Мысли Есть Это Формации Энергетические И все Их называют Бесовскими Силами Враждебными Силами Как хотите Это Формации Энергетические Пораженческие Деструктивные Так же Как микробы В теле Вот Те Которые Патогенные Неполезные Микробы Так же В атмосфере Астральной Вот эти Пораженческие Мысли Это Та же Зараза Они Злые Духи Я всегда Говорила Что касается Врагов Которые Хотят Нагнать На вас Страх Или Опечалить Вас Либо Обеспокоить Вас То Единственное Что стоит Делать С ними Это Смеяться Им В лицо Ты В гневе Они Довольны Они Говорят Он В гневе Они Ускользают Как Медузы Это Не Затрагивает Их Но Когда Смеешься Им В лицо Это Сильнее Досаждает Единственный Способ Над Ним Надо Просто Смеяться То есть Сохранять Покойные Отношения Разного Рода Провокаторам Это Еще раз К вопросу О нейтрализации Враждебных Сил Они Только Того И Жаждут Чтобы Мы Пугались Чтобы Мы Гневались Чтобы Мы Пытались С ними Бороться Даже Молитвы Всякие Там Отче Наш Господи Помилуй Меня Это Страх У вас То есть Вы Начинаете Бороться Просить Господа Вас Избавить И Никакая Молитва Не Поможет Потому Что Вы Уже Редакцию Страха Вы Дали Вы Испугались Понятно То есть Вы Не Сохранили Нейтралитет Все Значит Реакция Пошла И Какие Би Слова Там С Обращением Господу Вы Не Произносили Вы Испугались Вы Начинаете Их Питать Все Ваши Ответные Реакции Будь то Страх Недовольство Возмущение И Тем Паче Бесплодная Борьба С ними На Их Поле Вы Опускаете На Их Поле Начинаете С ним Бороться А на Их Поле Победить Их Невозможно Они Там Короли Вы Должны Приподняться На Духовный Уровень И Молча На Это Взирать То Вот В чем Состоит Состояние Вернее Состоит Способ Их Нейтализации Вы Поднялись Над Ними На Духовном Поле Они Внизу Вы На Них Не Обращаете Внимания Божественная Сила Буквально Уничтожает Она Не Дает Им Ни Как Се Проявить Потому Что Вы В покое Значит У вас Идет Поток Значит То Место Куда Они Проникли Мгновенно Божественная Сел Туда Направляется И Все Это Нейтализует Очень Просто Ясно Вы Не Должны Никак К этому Подключаться Никак К этому Не Относиться Но Вы Прекрасно Это Знаете Теоретически Но Когда Практически Касается Именно Этой Работы Все Говорить А Как Ж Так Вот Я Уже Не Успел Потом Спохватился А Вы Потом Та Уж Не Спохватывайте Вы С самого Начал На них Не Реагируйте Вот И Все Потом Ты Уже Поздновато Бывает Вовремя Надо Вот Самый Момент Это Очень Просто В общем То И Вы Увидите Как Они Просто Меркнут Как Силы Втают Как Они Не Способны Ничего Причинить Злого Если Вы На Них Не Обращать Нима Вот Мать Говорит Смейтесь Им В Совершенно Пытается Вас Поработить А Вы Спокойно На Это Взираете И Ни В коем Случае Не Поддавайтесь На Их Уговоры Принять Все Внушаемое Ими За Чистую Монету Так что Будьте Предельно Бдительны Вот Как Поиск Святогорец По Поводу Этих Сил Враждебных Он Сказал Замечательно Что Дьявол Смешон Когда Вы Его То есть Вы Увидели Эти Попытки Бесплодные Враждебных Сил Вас Как То Огорчите Ошеломить Да Вот Вы Улыбнитесь И Все И Он Действительно Смешон Ваш Противник Потому Что Он Пойман За Руку Как Вор Как Расхититель Вашего Спокойства То Все Он Не Может Навредить Когда Он Пойман Понимаете Для Проявления Силы Истины Требуется Отклик Не Так Ли И Она Не Хочет Иметь Предпочтение Ей Мало Заботит Та Или Эта Точка То Или Это Сможет Проявить Она Просто Эта Сила Массирована Давит Она Что Способна Отклик Откликается И Тогда Сила Проявляется В той Точке Которая Откликается Так Вот В Эволюционной Истории Земли Наступило Такое Время Когда Эта Сила Супраментальная Сила Божественная Сила Сила Истины Дух Святой Божий Как Хотите Ее Наживайте Есть Одна Единственная Сила Напряженность Которая Присутствует Каждой Точке Пространства И напряженность Которая Растет И она Давит Невзирая На лица На всех И вся На все Планы Сознания И на нас Всех Вместе Ей все равно Верите В ее Существование Или не верите Верите В Бога Или не верите Ей Наплевать Абсолютно Ей важно Чтобы кто-то Ей Открылся Тогда она Вас узнает Вы ее Узнаете Тогда вы В полном Контакте С ней И тогда Начнется Самое Интересное А так Она просто Давит И давит Она Нас Не знает Мы ее Не знаем Она Просто Давит На всех А мы Это Думаем Что мы Богом Отмечены Что Именно Вот Нас Она Именно И должна Хранить И оберегать А ей Абсолютно Все равно Кто ее Примет Ее Должна Принять Сознательно Ей Надо Открыться То есть Надо Пойти Навстречу И тогда Она Откликается А так Она Вас Не знает Она Вас Может Раздавить Просто Раздавить Она Может Смять Она Может Вызвать У вас Болезни Чего Угодно Она Просто Давит Как Некое Механическое Что Ле Явление Которое Давит Давит На Планету И в Эволюционной Истории Земли Наступило Такое Время Когда Надо Этой Силе Просто Открываться Ибо Она Как То Что Раньше Называлось Небом Это Уже Не Небо Это Сила Спустилась На Землю Как Некий Туман Знаете Вот Туман Бывает Туман Опустился На Землю Туман Когда То Был Высоко Там Почти На Небе Облака Да А потом Все Это Опускается Опускается Туман Спустился На Землю Сейчас Это Сила Пустилась На Землю И Мы Находимся В Поле Влияние Этой Силы И Надо Только Открыть Сейчас Не Надо Тянуться За Небесами Куда То Высоко И Далеко Просто Не Надо Она Уже Здесь Это Сила То Сам Господь Бог Уже Явился Сюда Опустился Вот До Этого Самого Уровня До Нас С Вами И Нам Надо Только Ему Открыться Больше Ничего Не Требуется То Она Буквально Жаждет Проявления И С Ей Одинокая Измученная Эгоистическая Человеческая Душа Ей Откроется Измученная Страданиями Непонятно Чем Все Ждет Эта Сила Когда Эта Душа Ей Откроется И Как Только Ваше Горящее Сердце В Котором Заложен Духовный Талант В Повелительном Стремлении Начинает Тянуться Тянуться К этой Силе Тянуться К Небесам Делая Сознательный Шажок Ей Навстречу Вы Должны Сделать Первыми Сознательный Шажок Ей Навстречу Она Давит На вас Это Понятно То есть Вы Бессознательно Живя Вот Той Жизнь В которой Вы живете Вы Ощущаете Ее Давление Как Болезнями Неприятностями Все у вас Не так Все у вас Муторно Вот Она К вам Пытается Идти Но Вы Упорно Ее Отвергаете Отказываясь Сделать Шаг Ей Навстречу Но Как Только Вы Делаете Этот Шаг Чудесным Образом Ваша Жизнь Преобразуется Оказывается Она Во-первых Обретает Смысл Жизнь А так Жизнь Бессмысленно Вообще То Или Есть Смысл Состариться Заболеть И Умереть По-моему Смысл Какой-то Очень Несущественный Смысл Как-то Он Не удовлетворит Горячее Сердце Никак Так вот Через посредство Этой силы Имманентная То есть Ваша Индивидуальная Трансцендентная Божественная Индивидуальная Всеобщая Должны Воссоединиться Всеобщие Божественные Ваши Индивидуальные Должны Войти В контакт Понятно Через посредство Духа Через посредство Божественной Силы Контакт Устанавливается Осуществляет То есть Настройка На божественную Волну Вот это Нужно Сделать И с этого времени уже Господь Всевышний знает вас Он вас знает, когда вы этот контакт установили Он вам благоволит, а до этого момента вы ему были неизвестны Он вас не знал Хотя мы наивно полагаем, что он нас всех знает Но, увы, это не так У нас есть индивидуальное божественное присутствие, которого мы не слышим Он у нас тихо пытается наставлять на путь истинный, но всё равно эго наше побеждает Но для того, чтобы эго было побеждено, нужна та сила, которая способна это эго угомонить Поэтому в молчании ума и в покое в эмоциональной сфере, когда мы открываемся божественной силе Вот наше эго начинает терпеть постепенно поражение Вплоть до духовного рождения, когда истинная сущность выходит на первый план Ясно? Без установления контакта с божественной силой Ни о какой духовной эволюции, никакой духовной работе Ни о какого приближения к Богу, ну невозможно Как бы вы ни старались, ни рвались, как бы себя ни убеждали Это всё будет бесполезно Вы были ему неизвестны Это не так, что сила выбирает точку Это глобальное действие И то, что способно откликнуться, откликается А мы не хотим её Да, а мы, мы хотим её, стремимся к ней Мы даже знаем о ней Естественно, поскольку мы знаем, у нас есть нечто вроде убеждения Что мы должны откликаться Но дело не в убеждённости Это тот клик должен быть фактом То есть вещь это о том, что мы, в общем-то, теоретически вроде бы знаем Что надо откликнуться, да, чтобы Божественное к нам может прийти Но всё это в теории, опять-таки И вот это вот наше самое поверие Или нашу веру в то, что Божественное существует И должно как бы с нами воссоединиться Или мы с ним должны воссоединиться Надо фактически исполнить Даже через посредство единения с этой Божественной силой Надо это, чтобы состоялось фактически А не просто в наших теоретических убеждениях И этот отклик не может быть лишь формой внутреннего убеждения какого-то Мы можем быть в уме убеждены в чём угодно Даже в этом, что Божественное есть Что оно нас будет преобразовывать Но будет А надо, чтобы оно преобразовывало А для того, чтобы преобразовывало Надо, значит, сделать некие практические действия Которые позволили бы этой силе начать это преображение То есть вы должны незамедлительно Из области теории Да, вот по всем этим вопросам Стать на путь практической реализации Философствующим теоретикам На тему духовности, которые философствуют Этого не понять То есть не количеством прочитанных книг Определяется конечный результат Отнюдь не количеством прочитанных вами к ним А качеством практической, творческой, духовной работы Прочитать вы можете тонну всякой литературы Священной, сейчас говорят, да, святоотеческую литературу Читайте, тоннами можете её читать Толку будет мало Это вам не поможет И не случайно Спаситель молил Отца Небесного, если помните Оберечь от нападок дьявола Или оберечь от нападок враждебных сил Не всех людей Он говорил, а только тобой избранных То есть духовно одарённых людей Он просил, чтобы Господь этих именно людей Которых Он избрал, Сам Спаситель Духовно одарённых людей оберегал Не всех людей То есть духовно одарённый человек Имеет связь с Божественным И поэтому оберегать можно только тех, кто на этой волне Настроен на эту волну Пусть пока ещё не сделано многое Но настройка на волну произошла А остальных как Он может просить оберегать Если с ними связи нет Как? Понятно, почему Он просил оберегать Вот избранных тобою Просто те, которые уже настроены на Божественную волну То есть есть явная реальная связь Которую уже нельзя ничем порушить Вот и всё А так всех Господь, вот тот всеобщий Ко всем нормально, одинаково относится Давит на всех, и ладно, как вот пресса На всех Пожалуйста, берите, если нужно Ясно? Вы же не хотите Ну вы-то хотите, хотите Я вообще говорю о человечестве Понятно? Он ко всем одинаково относится Но как только вы встаёте к нему на учёт На персональный, то всё Там уже вариант избранности Он проявляется Вас охраняет, вас оберегают Вас ведут по жизни уже единственно верным И многобезопасным путём Понятно? А так Он ко всем одинаков, пожалуйста Он исключений ни для кого не делает До тех пор, пока он вас не узнает У меня такое впечатление Его требуется И вот требуется Вот сейчас В этом конкретном воплощении Сознательно приумножить В случае неиспользования Или неисполнения, правильно сказать Своего долга Перед Господом Или исполнения его как-то наполовину Работая спустя рукава Бездолжного сердечного стремления Господь больно напоминает нам О нашем нерадениям главному То есть у нас и болезни, неприятности Всякие, так сказать, семейные драмы Прочее То есть кармический педагог А это наша истинная сущность Которая руководит этим процессом Нашей внутренней педагогики Наша божественная индивидуальная сущность Она занимается этими вопросами И всеми правдами и неправдами Стремится, стремится добиться от нас Одного единственного Чтобы мы встали на путь На путь реализации своего духовного таланта И всё Поэтому чем больше вас Господь бьёт Чем больше в вашей жизни неприятности Если они продолжаются Ну, с молодости до сих пор не закончили Значит, вы Богом отмечены И он ещё вас так немножко бережёт Иначе бы уже забрал бы, да? Чтобы по новой всё начали Значит, нужно всё-таки Внимательно к этому отнестись И начать делом заниматься В конце концов Наверное, так Правильно? Значит, к вам особое внимание С его стороны Это надо понимать Если театральный актёр Театральный актёр Может позволить себе играть спектакль В полсилы Ну, там, знаете Или наполовину Четверть имеющиеся у него таланта Знаете, вот есть актёры Ну, он может спустя рукава Играть эту роль Ну, он играет роль какую-то В театре Он за это деньги получает Он может это делать То Выбравшим для себя путь Сознательной духовной эволюции Это непозволительно Вы актёр В театре Господа Да? И вы должны в конечном счёте Играть эту роль Ну, буквально на износ Да? Так, чтобы она состоялась Ну, в конечном варианте Помните эти бессмертные строки В драме нашей жизни нет антрактов Мы её играем на износ Праведники гибнут от инфарктов Грешных губит спид или цирроз Ну, это серьёзно Антрактов нет Это главная, так сказать, драма нашей жизни Мы её должны отыграть с победой Чтобы улыбаться начать И уже выйти из актёрской среды И сесть в зрительный зал Впереди Чтобы весь мир уже был театром Ясно? Вот вы это должны сделать И тогда всё будет в порядке Правильно? Всё достаточно просто Антрактов нет в этой драме Точно и совершенно То есть на износ играем Поэтому ж пора бы как-то Минимизировать Последствия этого дела Чтобы всё-таки Ну Не было как-то Стыдно перед Господом Да? Начать это Отчитываться всё равно придётся То есть случайные обстоятельства То есть человек, который Выбрал путь для себя Сознательной духовной эволюции Он не должен винить Во многих своих неприятностей Не выбрал, который Ну, имеет духовный талант Но пока не выбрал путь Сознательной духовной эволюции Как единственную дорогу в будущее Он не должен винить Вот обстоятельства какие-то Всякие, так сказать В неурядицах своих Всякие какие-то случайные вещи То есть Знаете как Случайные обстоятельства Вроде бы, да? Они Не способствуют Жизни вашей нормальной Власть нерадивая бывает Была бы власть получше Может и у вас бы всё было получше Да? Тоже вам так кажется Да Плохо работающие врачи Плохо отмаливающие ваши грехи Священники Они виноваты Бывают Врачи, священники виноваты Власть виновата Кто ещё бывает виноватый? Ну, там, жена, муж Там ещё Ну, виноваты все кругом Только никак не вы Вот Вина только не на вас Вот всегда помните слова спасителя Он замечательно сказал Итак, будьте совершенны Как совершенен Отец ваш небесный Вот он сказал замечательные слова И тогда все проблемы Касаемо, так сказать, сваливания вины На что-то На кого-то На потусторонние силы Они просто отпадут Вы в конечном счёте По максимуму Способны исполнить Своё истинное земное предназначение Это не значит, что вы сразу Станете совершенным Да? Как Отец ваш небесный Но по мере продвижения По этому пути Вы эту планку Обязательно преодолеете Не надо быть больше Не надо быть сверхсовершенным И не случайно Спаситель, по-моему, сказал Он сказал Что ученик не может быть выше учителя Но он должен стать Вровень с учителем Вот и всё Поэтому вот вровень С нашим единым учителем С Господом Богом Мы должны встать Поэтому Спаситель говорил И так будьте совершенны Как совершенен Отец ваш небесный Ясно? Всё правильно сказано Всё нормально Поэтому работа на пути Сознательной духовной эволюции Позволяет нам Этот верх совершенства Достичь Сегодня это Вполне возможно Ибо снижение Духовной планки В нашей работе Недопустимо Мы говорим О трансформации Даже о преображении Но при этом Происходит переход От старого движения К новому движению Из старого состояния В новое состояние Это нарушает равновесие Всегда для всего Что ещё принадлежит Старому движению Это опасное нарушение Равновесия Производит впечатление Что всё выскальзывает Теряется точка опоры Тогда и требуется Прочная вера И эта вера Не должна уподобляться Ментальной вере Опирающейся на самому себя Это должна быть Вера ощущения Так вот Речь идёт о том Что процесс Эволюционной трансформации Нашего старого Ментально-витального сознания И процесс Преображения Телесных структур Особенно Поначалу Вызывает Заметное нарушение Ранее сложившегося Равновесия Что выражается В кажущейся потере Внутренней точке опоры Вокруг которой Когда-то вращалась Наша прежняя Заболоченная жизнь Вот как-то мы В состоянии Неустойчивости Какой-то находимся Даже в пространственном Отношении Да, вот в воде идёшь А тебя покачивает Есть такое? Ну вот как-то странно Бывает Какая-то нереальность Даже Что вроде бы Ты не чувствуешь опоры Что-то вот такое Достаточно странное Ты думаешь Что у тебя с головой Там что-то не так Какие-то там Склеротические явления На самом деле Это действительно Вот выход Как бы за пределы Старого сознания За пределы Вот этой Оси что ли Вокруг Которые Вся жизнь твоя Вращалась Ты как-то безменно Расширяешься И вот в этом состоянии Кажешь, что ты Какой-то точка Опора потерял Какой-то фиксированную Позицию Что она уже не фиксирована Твоя позиция Где-то она В пространстве Каким-то Иным образом Теперь Проистекает Вот Ну Что Касается меня То С момента Становления На путь Сознательной Духовной эволюции У меня ни разу Не возникало Ни толики Сомнений По поводу Допустим Правильности Сделанного мной Выбора И высшей Целесообразности Всего что со мной Происходит Было много Всяких Необычных Опытов Духовных Переживаний Они были Странными Естественно Потому что До этого Никогда С этим Не встречался Естественно Но они Меня не удивляли Они не Давали мне Повод усомниться В том что со мной Там происходит Что-то не так Может я заболеваю Может быть Это сила Какие-то неправильные Неверные Процессы Во мне Инициирует Я всегда был Абсолютно Уверен В абсолютной Целесообразности Того что со мной Происходит И лишних Вопросов Не задавал Мне их некому Было задавать Во-первых Господу Богу Что их задавать Я ему просто Доверился У меня к нему Вопросов Никаких не было Я просто наблюдал За тем что со мной Происходит И на разных Уровнях Моего интегрального Существа На ментальном уровне На витальном На физическом И на уровне Психического Существа Происходили Ну какие-то Знаковые Переживания Вот Я никогда Я никогда Это не анализировал Я абсолютно Исключил Ментальный Анализ Текущего Состояния Я не задавался Никакими вопросами Просто понимал Что все Что происходит Со мной Абсолютно Целесообразно И полностью Доверялся Силе Я всегда Находилась Под впечатлением Того Что сказал Что что Евробинда Этот инструмент Имеется ввиду Физический ум Ни на что Не годится Остается только Избавиться от него Был очень трудно Избавиться от него Поскольку он Так тесно Связан с физическим Телом Его сегодняшней формой Это было Трудно Ну как раз Евробинда И столкнулся С этим Пораженческим Физическим умом На последних Этапах Вот своей работы Здесь В теле В земной жизни Этот физический ум Пораженческий Это тот самый Слой Который Последним Трансформируется То есть Когда Покой В эмоциональной Сфере Установился Покой В ментальной Сфере Когда Истинная Сущность Уже Вышел На первый План Телесная Пораженческое Подсознание Начинает Отчущаться Как единственное Что ты еще Можешь в ощущениях Почувствовать Вот Вот все В порядке Только Пораженческая Структура Внутренняя Пораженческий Фон Не дает тебе Покоя Нет никаких Там высоких Мыслей Пораженческих А есть Какая-то Мелочь Какой-то Вот фон Какой-то Ну вот Абсолютно Абсолютно Ну Мелкий Но в то же Время Очень Ядовитый Привкус Вот Жизни Вот Не знаю Что с этим Делать И Штиурабин Да не понимал Как это Превзойти Он столкнулся С проблемой Пораженческого Физического Ума Это последний Бастион Сметной Жизни И мать-то Приняла От него Эстафету Именно на этом Этапе Он с этим Столкнулся Это стало Для него Проблемой Он не оставил Никаких Собственно Ручных Записей На эту Тему Но В Савитре Он пишет Что копаю 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 Потом Какая-то Дрянь Из-под сознания Сплывает На поверхности Я никак Не могу До дна Дойти Она меня Затапливает То есть Понятно Что это Пораженческая Структура Вырвалась У него На поверхность Он не знал Что с ней Делать Он думал Что все Остальное Причесав И нормально Прочувствов Вот этот Аромат Новой жизни Он вдруг Все победил Уже еще Чуть-чуть И там Еще стоили 200 лет Как он Говорил Все Человечество Дух Окажется В раю Ну Примерно Да И тут Друг Он столкнулся С этой Пораженческой Структурой А мать С этого Начала Действительно Она приняла Эстафету Отсюда Именно С вот этого Состояния Пораженческого Физического Ума Я знаю Что это Такое И как Это В одно Мгновение У меня Исчезло Это Была Просто Фантастика Так вот Эта Пораженческая Структура Она Тупая Она Глупая Но Она Настолько Настолько Неугомонная Что Бороться С ней Посредством Медитации Или Попытки Заставить Замолчать Эту Структуру Чтобы Она Ничего Не Произносила Если Вы можете Какие-то Там Высокие Идеи Да Ну Философские Идеи Там Еще Какого-то Рода Идеи Не Пораженческие Ну А самого Разного Толка Возвышенного Вы можете Их Остановить То есть Остановить Свой ум И не дать Возможность Ему Собеседовать Вот С тем Что Предполагают Какие-то Высшие Формы Сознания То Здесь Вот Эта Низшая Форма Пораженческого Сознания Ее Остановить Невозможно Остается Одно Единственное Не обращать На это Никакого Внимания И если Вы Какой-то Период Год Два Например Может Меньше Не знаю По поводу Больше Не могу Сказать Вот Не обращайте На это Внимание То Эта Структура Пораженческая Структура Физический Ум Последний Оплот Или Бастион Сметной Жизни Она Перестает Существовать В общем Перестает Существовать В одно Мгновение Вот В 2001 Году У меня Состоялось Спустя Уже Десять Почти Сознательной Эволюции У меня Состоялось Прощание С этой Структурой Прощание С Пораженческим Физическим Умом И состоялось Это вечером Я сидел Работал Или что-то Переписывал Или что-то Писал Я уже Не помню Но Вечером Занимался Делом Как обычно Да И вдруг В какой-то Момент Сидя на Стуле Я почувствовал Какой-то Жуткий Страх Телесный Страх То есть Тело Почувствовало Страх Я даже Приподнялся И оно Ощетинилось Знаете Как вот Бывает Страх Когда Мурашки Тело Ощетинивается Как-то Я приподнялся И тут же Сел И стал Так Спокойно Вот В одно Мгновение Раз Доли Секунды И потом Раз Все Это Исчезло А поток Был Сильный Я сидел Переписывал Что-то Делал Поточ Чел Хороший То есть Вот Эта Структура На последнем Издыхании Эта Пораженческая Структура Пыталась Ну Что-то Из себя Представлять И тут же Ее накрыла Эта сила Она Раз И Потухла И нету И вот С тех самых пор Только через месяц Я понял Стало Так Спокойно Так Тихо То есть Никакой Пораженческой Мыслишки Ни единой Не было Тело Стало Настолько Спокойным Тело Стало Спокойным То есть Вот Тот Ум Физический Это Эта Структура Которая Нам Не Подвластна Мы Не Можем Его Остановить Только Божественная Сила Работая На уровне Подсознания Способна Это Угомонить Ясно И вот Я почувствовал Совершенно Удивительную Свободу Через Месяц Это Что-то Было Фантастическое Я Еще Привожу Факт Такой Что Тело На 2 Килограмма Даже Поправилось За Этот Период Когда Успокоилось И так Вес Стоит С 2001 Года Один И тот же Оно Поправилось То есть Тело Успокоилось Параженческая Структура Исчезла И оно Немножко Поправилось Жирок Какой-то Поднакопился Там Его И не было Но Куда-то Он Отложился Ясно И Вот Это Фантастически Совершенно Изменило Жизнь С этого Момента Начали Появляться Вот Эти Самые Выходы В прозрачность То есть Только Абсолютно Свободное От Параженческих Настроений И Мыслишек Физическое Тело Способно Носитель Жизни Вечной Выносить И Его Явить Миру Понимаете Абсолютно Здоровое В психологическом Плане Физическое Тело Без Параженческих Структур Без Параженческих Мыслишек Способна Проявить Новую Жизнь В духе Ты можешь Родиться Ты можешь Обрести Царство Божие Но До Тех Пор Пока Параженческая Структура Вот Эта Мелкая Гаденькая Настраивающая Вас На Волну Такую Ну Пессимистическую До Тех Пор Пока Она Присутствует В теле Тело Не Может Породить Новую Жизнь Жизнь Вечная Не Может Состояться Понимаете Должна Быть Одержана Победа Над Этой Структурой Сте Робинда С Этим Столкнулся Болезненно Это Было Для Него Он Не Понял Ну Естественно Человек Который Продвигается Поэтапно По Этому Пути Сделал Максимум Того Что Он Мог Сделать Поэтому Не Зря Там Была Рядом Мать Она То есть Тафет Приняла И Начала Работать Уже С того Момента С которого Он Ее Закончил Понятно Так что Эта Пораженческая Структура Она Обязана Погибнуть Но Вы Должны Этому Посодействовать Не Вы Ее Уничтожаете Вы Просто Не Обращаете На Ее Проявление Появление Вот Этих Мелких Пораженческими Слишком Никакое Внимание Вот И Все Бывает У вас Так Уже Появляется Ну Никакого Внимания Просто Не Обращайте Дайте Возможность Божественной Сили Эту Проблему Решить Не Вы Ее Решаете Бороться Бесполезно Никакая Медитация Не Поможет Потому Что Это То Что Не Подвластно Ну Вашей Воле Что Ли Свидетель Наблюдатель Да Он Видит Это Ну Ваша Задач Видите Не Подхватывать То есть Не Ужасаться И Не Пытаться С этим Бороться То есть Наверное Самое Сложное Для Человека Если Он Что-то Неприятное Ощущает Как-то Неотвратимо Неприятное Не Бороться Бороться Обычно Бороться Хочется Да А Вот Тут Категорически Исключить Борьбу И Все И Тогда В Покое Если Вы Не Боретесь Если Ваш Ум и Эмоциональная Воля Не Подключается Значит Есть Свободный Контакт Без Всяких Помех С Божественной Силой Она Разбирается На Самом Субклеточном Подсознательном Субатом Нам Уровне С этой Проблемой Совершенно Блестяще Она Это Делает Наша Задача Никак К этому Не Относиться Ясно Если Вы С Этим Столкнетесь Я думаю Что Столкнулись Столкиваетесь И Непременно Столкнетесь То Позиция Правильная Вот Вам Все Непонятно Как Это Преодолевать Если Раньше Это Был Непонятно Я По Настоящему Делали Они Столкнулись С этой Проблемой Я Представляю Сколько У них Это Вызывало Неприятных Моментов И Ощущение Что Все Что Они Делали До Этого Зря То Есть Уныние Пессимизм А Надо Понимать Закономерность То Этап Эволюционной Трансформации Очередность Как Это Происходит В Каком Порядке С Какой Последности Понимаете Вы Вооружен Это Значит Что Защищен Все Понятно То Есть Никакой Паники Вот